Нужно ли удалять листву у томатов? Если да, то в каком количестве и сколько можно удалять за один раз? На эту тему существуют совершенно различные убеждения огородников, и зачастую даже их мнения совершенно противоположны друг другу. Поэтому как раз сейчас, когда наши растения заметно прибавляют в росте и развитии, давайте обсудим эту тему, и заодно уже каждый для себя сделает собственные выводы и заключения. Итак, начну с того, что листья, как и стебель, плоды и корень, это все есть часть одного целого растения. И природой так устроено, что для нормального развития их количество регулирует само растение. То есть я к тому, что нельзя просто бездумно брать и вырезать все листья подчистую, так как благодаря им происходит фотосинтез. Плюс к этому летом в жару листья за счет испарения сглаживают температурные колебания, и растение благодаря этому не так сильно угнетается. Кстати, многие огородники убеждены, что зеленые плоды при созревании берут на себя эти функции. И так оно и есть, они правы, но только лишь отчасти. Тогда встает вопрос, нужно ли удалять листья, и если да, то сколько? Все дело в том, что обрезка листьев – это операция, по своей сути, один в один, схожая с посынкованием. То есть тем самым мы переводим растение из вегетативной формы в генеративную. И здесь нужно сохранить правильную пропорцию листового аппарата по отношению ко всему растению. С одной стороны, особенно в теплице, наличие густой ботвы – это идеальное условие для прорастания спор-возбудителей заболеваний. А вот сильная обрезка – это еще и один из приемов заставить плоды быстрее краснеть. То есть удаляя листья, мы провоцируем растение на более быстрое старение, и в результате чего получаем более ранний и полноценный урожай. Поэтому, чтобы балансировать на золотой середине, первым делом я всегда удаляю нижние листья. И удаляю не 5 штук, а абсолютно все до той кисти, на которой начали созревать плоды. Иными словами, мои кусты томатов выглядят так, как будто они стоят на голых ногах. Плюс к этому я укорачиваю слишком мощные ветки наполовину. Эти приемы освободят штамп, листья не будут соприкасаться с землей, улучшится проветривание кустов. И это затормозит развитие болезней. А самое главное – это обеспечит отток питательных веществ к плодам. Далее, по умерии роста томата, я удаляю слабенькие листочки, пожелтевшие, или же вдруг, если появляются какие-либо пятна. Также, время от времени, я осветляю середину куста. То есть, укорачиваю слишком мощные листья, которые находятся в глубине куста, либо в тени других кустов. И тем самым, улучшаю общую проветриваемость кустов. Следующее правило, которое я соблюдаю, это если в кисти еще не завязались все помидорки, то сверху над ней оставляю нетронутыми большинство листьев. И наоборот, если в кисти все томаты уже завязались, то ниже этой кисти спокойно прорежу листву. А вот уже ближе к концу июля, началу августа, в зависимости от конкретного лета, в теплице обычно я прищипываю макушки томатов. И делаю это для того, чтобы направить все силы растения на созревание уже имеющихся завязей. А все дальнейшие кисти все равно не успеют сформировать урожай. Так вот, после такой прищипки, наращивание вегетативной массы нам уже не нужно. И поэтому я постепенно убираю все листья, кроме самых верхних, чтобы не нарушить сокодвижение. Кстати, в теплице можно начинать обрезку раньше, а увядшие листья нужно срезать по мере их появления. И в завершении напомню, что если саму операцию по удалению листьев вы делаете руками, то отламывать их нужно, прижимая черешок у основания вверх вдоль стебля. Так как если тянуть лист вниз, то часто за оторвавшимся лиством тянется длинная полоска кожицы со стебля. И тем самым можно серьезно травмировать ствол томата. И, конечно же, не ломайте листья в прохладную, пасмурную погоду или же во второй половине дня. А делайте эту процедуру с утра в солнечный день, чтобы ранка за день засохла. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok